так тихо советчики дорогие подписчики каналов наших всех наконец-то закончилось рассмотрение уголовного дела по факту происшествия архи львов тайган с маленьким леоном гнединым сегодня состоялись прения моего адвоката мои прения сторона обвинения также зачитала обвинительное свое заключение вот которое практически не изменилось осталось в прежнем составе вот мы с арманом грибовичем петрося нам довольны прениями поскольку все что мы хотели хотели суду донести мы донесли суд на мой взгляд внимательно слушал не перебивал как это часто бывает время там сосредоточиться на главной мысли это уберите тонк нет суд был терпелив и очень внимательным к нам вот и это дает основание предполагать что суд будет мать ино изучать дело и вынесет справедливый приговор назначение слушание приговора назначено 9 30 20 мая но более профессионально об окончании дела скажет роман григорьевич петросян мой адвокат во-первых уважаемые зрители хочу поблагодарить своего подзащитного его речь всего не в прениях его поведение в суде всегда была интеллигентная а сегодня шикарно да я не устану об этом говорить всем зрителям может кому-то не нравится может кто-то с этим не согласится но я действительно верю в российское правосудие да безусловно есть понятие ошибки и с целью исключения ее мы в это дело вложили абсолютно все душу здоровье доказательства подтверждающие отсутствие субъекта преступления понимаете не может нести ответственность руководителя по ялтинский запас сказка если у парка львов тайган у структурного подразделения есть свое должностное лицо которое чистится в штатной единице с которой оплачиваются безусловно все налоги сбора обязательные платежи по которой есть даже настая инструкция есть трудовая книжка есть записи и есть даже оправдательный приговор белогорского районного суда в котором прямо указано что парком львов тайган заведует и руководит совершенно иное лицо мы не говорим о виновности этого лица мы говорим о том что субъект субъект преступления стал один из основных элементов состава преступления по данному уголовному делу государственным обвинением не доказано мы еще раз привели аргументировали уважаемому суду наше мнение о том что объективная сторона преступления механизм не доказан не раскрыт да мы пояснили суду что может быть гособвинение было парке львов тайган увидела какой-то укус покус потому что кроме гособвинителей никто даже потерпевшая сторона о понятии укуса не говорит оказание дедушки бабушки законного представителя то есть мамы ребенка прямо опробергают доводы обвинительное заключение в части покуса укуса да еще самое главное мы все-таки акцентировали внимание суда слушайте вы судите олега алексеевича зубкова за то что ребенок оказался непосредственной близости из-за якобы не отжим не нормативного отжимного барьера или все-таки из-за действий не совсем корректных если так можно выразиться уважаемого законного представителя то есть мамы мамы ребенка да мы не имеем никаких претензий к матери ребенка всего лишь по одной причине потому что она все-таки решила рассказать правду как есть да она дала соответствующие показания показания правдивые честные реально которые согласуются со всеми заключениями экспертиз даже заключением судебно-медицинской экспертизы которая была проведена органом предварительного следствия поэтому мы доказали сами раскрыли в этом судебном процессе я моя коллега госпожа кремлёва варентин видео мой подзащитный олег алексей зубков мы фактически провели следственную работу работу за орган следствия говорить о том что мы хвалимся эти нет мы говорим о том что нам пришлось это сделать за столько лет для того чтобы уважаемый суд суд первой инстанции центральной судья центрального районного суда города симферополя смог вынести объективные законные решения я более чем уверен что он вынесет такое решение потому что правильно сказал мой подзащитный даже квалификация преступления которое якобы преступлением ищет мы более чем уверены что это несчастный случай даже это неправильно указано в обвинительном заключении и голос обвинения не изменило обвинение не в этой части не в части механизма, да ни в чем. Вот как было обвинительное заключение, несмотря на то, что Верховный суд указал на эти нарушения обвинению, они все равно ничего не изменили. Что касается субъективной стороны преступления, я очень надеюсь, что суд положит конец этому делу в хорошем смысле слова. Почему? Потому что столько лет подряд зоопарк работал четко, без каких-либо несчастных случаев. Если посетитель не нарушает правила поведения в парке, то и никаких несчастных случаев нет и быть не может. Вот и вопрос возникает. Если природоохранная прокуратура, то есть руководители данного гособвинителя, если они даже после проведения проверки указали в своем документе официальном о том, что какой-либо угрозы жизни и здоровью посетителям парк не представляют, то как же тогда можно говорить о прямом умысле моего подзащитного. Это невозможно. А также самое главное, мы все-таки доказали суду, дали понять всем участникам процесса, что, друзья, есть документ, это конкретные нормы, в которых указано, что должно быть безопасное расстояние. То расстояние, которое было и которое подтверждено органами предварительного следствия, 101 сантиметра, всегда было безопасно. А постановление правительства Российской Федерации 1937, оно работает только лишь в совокупности с постановлением 1938. Почему я именно вот так детально рассказываю? Потому что уже все зрители наизусть знают эти постановления и понимают о том, что если услуга либо продукт должен быть лицензирован, то это сиюминутно, мгновенно не происходит, дается переходный период. А в этот переходный период ни в коем случае привлекать лицо не то, что к уголовной, даже к административной ответственности, а такого и не было, нет и быть не может. Я доволен судебным процессом. Судья, уважаемый суд, да, дал возможность стороне защиты, иногда, скажем так, с некоторыми трудностями, иногда с некоторыми противоречиями, с некоторыми возражениями, но дал все-таки возможность, чтобы мы доказали факт невиновности. Да, конечно, я недоволен поведением некоторых государственных, не некоторых, а трех государственных обвинителей, которые нарушали грубое понятие диспозитивности и состязательности процесса. Да, это наше мнение, но все равно даже их я благодарю и мой подзащитный это сегодня сделал. Почему? Да потому что они дали нам возможность, вернее не нам, а суде услышать их мнение и сопоставить с доказательствами, которые предоставила сторона защиты. Мы проделали с Олегом Алексеевичем Зубковым огромную работу. Мой подзащитный не то, что стал профессиональным юристом, образно стал даже профессиональным законодателем. Вот до чего довело, по нашему мнению, не совсем объективное предварительное следствие по данному уголовному делу. Он это сделал и всем, а именно уважаемому суду, дал возможность принять объективное решение. Сейчас у уважаемого суди в руках находится власть. Власть эта, это без пафоса, без преувеличения, это власть народа, которая ему вручила этот жезл, именно вынести правильное объективное решение, несмотря ни на что. Кто, чтобы не говорил. И я более чем уверен, что судья это сделает, потому что президент наш является гарантом конституции, нашего народа, нашего благодействия. Но вот судебная власть является гарантом спокойствия людей и знания о том, что никогда никто человека невиновного не осудит, несмотря ни на какую заангажированность, а вынесет объективный закон и приговор. Вот что я хотел вам сказать, уважаемые зрители, и хотел вас всех поблагодарить за ваше терпение, за вашу порядочность, за вашу доброту, за все то, что вы сделали для моего подзащитника. Также хочу поблагодарить и тех людей, которые высказывались не совсем правильно и корректно, но опять-таки же приведу пример. Благодаря их мнению, их, на мой взгляд, субъективному мнению, нам удалось раскрыть реальные доказательства по данному делу и доказать невиновность моего подзащитника. Большое вам за это спасибо. Хочу добавить, дорогие подписчики, что орган обвинения сегодня запросил представитель прокуратуры три года лишения свободы условно. То есть, учитывая какие-то мои заслуги, да, они 76-ю статью применили Уголовного кодекса, что на реальный срок я, в общем-то, не тянул, а условно. Но это мало что значит, на самом деле. Сегодня суд может принять по шкале от оправдательного приговора до реального срока. И вот в этом вся интрига данного приговора. Такие полномочия у судей есть. Но я совершенно ответственно вам говорю, что сегодня мы, пройдя это дело, второе рассмотрение с Арманом Григорьевичем настолько хорошо и с Валентиной Евгеньевной Кремлевой, безусловно, настолько детально разобрались во всех нюансах этого дела, настолько знаем, что мы никоим образом не соответствуем тому обвинению, которое против нас выдвинуто, что готовы со своей правотой и со своей позицией идти вплоть до Верховного суда Российской Федерации, отстаивая свою невиновность. Поэтому примет суд этой инстанции решение, которое устроит меня, моего адвоката. Хорошо. А судит меня суд и примет, значит, обвинительный приговор. Ну, я уже был в СИЗО и как бы испугать меня чем-то уже трудно. Вот поэтому, но я знаю, что мои адвокаты в кратчайшие сроки сделают все от них зависящее на то, чтобы апелляционными инстанциями и Верховным судом было принято справедливое решение по этому делу. Никому не удастся переписать Уголовно-процессуальный кодекс, никому не удастся переписать законы Российской Федерации. И никогда на домыслах никого сажать не будут, на предположениях, а будут сажать только на основе фактов, которые нашли подтверждение свое доказательство, нашли свое подтверждение в ходе судебного заседания и предварительного следствия. Вот таких фактов, говорящих о моей виновности, мы считаем, что в этом уголовном деле нет. Поэтому жизнь идет. Мы с Арманом Григорьевичем чувствуем, что большой груз снят. Сегодня в любом случае, сегодня только он лежит на плечах судей Кирилла Геннадьевича, уважаемого Тичинова Кирилла Геннадьевича, которому предстоит вынести непростой приговор, который ляжет в основу новой судебной практики по применению данной статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении услуг, оказываемых зоопарками, да еще в период прохождения ими процедуры лицензирования. Это 2020-2022 год. Поэтому это решение со всех сторон будет очень-очень интересно. Но мы освободились, Арман Григорьевич, поэтому я прошу вас, может быть, недельку там отдохнуть. А дальше у нас есть дейки-иски, у нас кое-какие там непорядочные элементы сообщества, интернет-сообщества поднимают голову, значит, оскорбляют уже контролирующие органы. Вот, в частности, там вот эта артистка какая-то там с Погорелого театра. Я прошу вас принять к производству. Исковые заявления написать, подать в суд, зарегистрировать их в должном порядке. Вот, потому что переходят все границы. Они вот, есть такие там у нас осенизаторы, сливные бачки всякие, которые пытаются, значит, очернять и работу парков, и мою, и они переходят уже все границы. Мало того, что они там какие-то свои умозаключения и суждения там суют во все, так сказать, интернет-каналы. Но сегодня они уже подняли голос и свои лапки, значит, на правоохранительные органы, на органы контроля за парком. И это просьба от природоохранного прокурора Республики Крым, то есть навести в этом деле порядок и защитить честь, достоинство, деловую репутацию, там мою, там парка Тайган-За, парка сказка. Поэтому без работы вы не останетесь, безусловно. Вот будем бить всяких вот этих вот осенизаторов, там сливные бачки всякие, которые там паразитируют на моем имени, на имени моих парков. Поэтому прошу вас этому тоже удивить. Олег Алексеевич, ваше поручение принято производству. При этом для всех зрителей, в первую очередь для вас, скажу так. Когда оппонент переходит на личности, тире, вы победили. Когда человек переходит на личности и начинает оскорблять конкретно вас, значит вы победили. Потому что мудрый и умный человек может только лишь квалифицировать свои действия доказательствами. Пусть никто не думает, что в нашей стране, а наша страна является действительно залогом правосудия и законности, и это так, если кто сомневается, пусть никто не думает, что если он оскорбил человека, или же обвинил в совершении тяжкого, либо особо тяжкого преступления, преступление останется без ответственности. Как веревочки не вейся, конец один. Также обратите внимание, там какие-то заявления, которые судом отвергнуты, но там пытается опять вот этот недоадвокат, лишенный статуса за мошенничество Берон Хуйлова, вот это вот, тоже возьмите к производству. Я вас прошу, мы с Татьяной Викторовной поедем куда-то в другие места, может быть, столь отдаленные, понимаете, вот, попутешествуем, а вы свою адвокатскую работу сделайте, и вот, походите, пожалуйста. Спасибо большое, также к вам обращаюсь с этой вот просьбой. Все, ну а в остальном, 20-го числа мы узнаем с вами приговор, надеемся, что это будет не расстрел, вот, и это значит, что мы будем продолжать с вами жить, работать, вот, и двигаться дальше. И вас радовать. Спасибо большое. Победа будет однозначно за львами. Друзья, а вы напишите слова поддержки, или то, что вы думаете, под этим видео, и встретимся обязательно, возможно, даже на прямом эфире, из-под суда, 20-го числа. И большое вам спасибо. Спасибо. Вам обоим за то, что вы делаете. Благодарю. Богдану спасибо с его каналами, Татьяне Викторовне, за то, что вы держали наших подписчиков постоянно в курсе дела, всех наших судебных дел. Многим было интересно, я знаю, что очень много специалистов и судей смотрят, и адвокатов смотрят, следят за этим делом, пишут свои комментарии, рекомендации, да, и всем интересно, как это, в общем-то, такое неординарное, где-то абсурдное дело, чем оно, каким приговором закончится. Осталось ждать совсем недолго, друзья. Самого доброго. Победа будет за львами. Не перестану их договорить.